Привет, ребята! Меня зовут Марьяна, это мой канал, и добро пожаловать на него! И сегодня я снимаю Аскро! Вы, обязательно, не задавали в моем твиттере вопросики под хэштегом Аскро. Итак. Марьян, ты все еще кека-тамблер? Вы знаете, я думаю, да. Что это за глупый вопрос? Конечно, да. Следующий вопрос, пожалуйста. Я не могу, слишком много вопросов. Где Николай? Ты с ним общаешься еще? Хэштег Николай Басков. Дорогие друзья, хочу сказать искренне, от всей души и чистого сердца, я действительно хочу встретиться с Николаем Басковым, и в этом поможете именно вы. Как вы мне поможете? Давайте вы, пожалуйста, напишите ему где-то в комментариях, а встретите, пожалуйста, с Марьяной Ром. Я буду очень счастлива, если у меня будет фотография с ним в Инстаграме. И, возможно, кольцо на пальце. Это не шутка. Следующий вопрос. Если бы в твоих венах вместо крови текла музыка, то какие бы это были треки? Хэштег Аскро. Конечно же, безусловно, это были бы, наверное, песни в жанре трэп, потому что, наверное, уже год я просто без ума от него, прям, когда обожаю штрек. Безусловно, именно эти бы треки играли бы у меня в крови. Или тепли. Как? Короче, не важно. Отчего ты краснеешь? От красной краски. Тебе предстоит сложный выбор. Дэймон Сальватория или же Стефан? Кто это? И что? Это же Дэймон Сальватория и Дэймон Салера. Хотела бы еще татуировки. Если да, то где и какие? Для тех, кто не знает, для тех, кто не в курсе и те, кто не подписан на мой твиттер, прошу подписаться. Собственно, вот он. А там я написала в своем твиттере, что я сделаю татуировку в честь 5 миллионов на своем канале. Собственно, да. Если ждешь этот момент, то ставь лайк и подписывайся на мой канал. Соответственно, подписывайся на мой канал. Какие впечатления от ВПШ исполнять мечты? Супер крутые, супер бомбезные. И я очень рада, что мне позвали на этот проект. Так что спасибо вам. Спасибо всем. Есть интересная история из Сочи. Расскажи. Короче, я писала об этой истории даже в своем твиттере. В общем, история про одного чувака, который ко мне подошел сфотографироваться. А его друг сказал, что Вовчик. Сказал, что если ты его дождешься, то он для тебя разогреет пик. Это было супер странно, супер непонятно. И да, было смешно. Вовчик, привет. Не дождалась. Тебе нравится, Артем? Шиперить можно? Ребята, мне он не нравится. Мы друзья. И это очень странно. Если я общаюсь с какими-то там парнями, это не значит, что я с ними встречаюсь. И не значит, что вы можете меня шиперить с ними. Если бы тебе подарили маленький кактус, то как бы ты его назвала? Я ждала этого вопроса. Первого зовут, значит, Антон. Второго зовут Валера. И третьего зовут Гриша. А вот этот большой, это их папа. И его зовут Федор Николаевич. Почему Николаевич? Потому что, ну, он все-таки уже взрослый мужик. И к нему надо относиться с уважением. Ты беременная? Марьян, ты действительно прокололонос. Было ли тебе больно? Хочу сказать, что больно мне не было. Была защитная реакция моего организма. И просто тупо потекли слезы. Но больно, опять же, повторюсь, не было. И прошло это все максимально быстро. И да. Короче, оно настоящее. Скажи свою любимую тупую фразу, которая потом заедает у тебя в голове на целый день. Ооо, я вас умоляю. Их очень много. И каждый раз, когда я скажу какую-то фигню, она заседает не то, чтобы на целый день. Она заседает на месяц. И даже бывает на больше. Например, такие фразы, как А можно нельзя? А можно успокоиться? Или ты что на приколе? Или шо? Короче, такие фразы у меня очень много в арсенале. Так что, если вам нужны тупые и заедающие фразы, это ко мне. Что хочешь делать на 5 миллионов? Я уже отвечала на подобный вопрос. Я сказала, что в честь 5 миллионов на своем канале я набью себе вторую татуировку в честь своего канала. Так что да, если вы ждете этого грандиозного события, точно так же, как и я, то подписывайтесь на мой канал и зовите своих друзей. Марьяна, ты человек настроения. Бывает ли у тебя плохое настроение и ты грустишь? Раньше я как-то думала, что не нужно делиться со своей аудиторией своим плохим настроением, своей грустью. Я поняла, что если я не буду делиться с вами, со своими подписчиками, вот этим всем своим настроением, душевным состоянием, настоящим, то, какое оно действительно есть, то вы элементарно не будете воспринимать меня как человека, а скорее будете воспринимать меня как какой-то предмет, что ли, или просто есть человек, а есть ютубер. Теперь я делюсь своим говняным настроением у себя в Твиттере. Если вам это интересно, то подпишитесь. Снова пиарю свой Твиттер. Почему бы нет? Это же мой канал. Делаю, что хочу. Ты смотрела скам? Какой твой любимый сериал? Какой жанр фильмов ты предпочитаешь? Я не смотрела скамы. Если сейчас опять польются какие-то комментарии, вопросы про них, может, у меня с этого? Извините, это не ко мне. Приедешь ли ты на Витфест в Питер 27 мая? Буду ждать тебя там больше всех. О, спасибо, мои ребята, поцелуйчики. На самом деле, я очень хочу, чтобы меня позвали, чтобы меня туда пригласили, и вы можете даже как-то повлиять на это. Вы же можете? Думаю, да. Так что да, если вы хотите меня видеть, то, пожалуйста, пишите везде, где только можно, чтобы Марьяна попала на Витфест. Пишите, Марьяна, пожалуйста, приди на Витфест, или точнее пригласите Марьяну на Витфест. Ура! Надеюсь, меня пригласят. Пора станцевать для нас. Что ж, ребята, я надеюсь, вам понравилось это видео. Если так, то поставьте палец вверх, подписывайтесь на мой канал, если вы еще не подписаны на или подписаны. А также подписывайтесь на мой Инстаграм, на мой Твиттер, на мой ВКонтакте и на мой Мюзиками. Потому что я начала делать там всякие прикольные видюшечки, и надеюсь, вы их оцените, потому что, ну, я стараюсь, как бы, да. А еще, если вы хотите видеть мои видео самыми первыми, то, пожалуйста, нажмите на вот этот колокольчик, и вы никогда не пропустите мои видео. Обещаю. Всех люблю, целую, обожаю, обнимаю, и всем пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok